Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Хотя сегодняшний день очередным точно назвать нельзя, потому что на повестке у нас крутейшее событие фундаментального характера это заседание ФРС, публикация ставки и пресс-конференция, где мы будем предвкушать возможные намеки на потенциальные изменения денежно-кредитной политики. Сейчас это очень важно, поскольку, наверное, более стоящего фундамента действительно не найти, и важно, потому что именно позиция ФРС, которая тут же сказывается на динамике американца, является определяющей для всего рынка Фореса. И я думаю, не будет привлечением, если мы скажем то, что поведение доллара сказывается на динамике прочих финансовых активов, которые представлены на финансовых площадках. После ЕЦБ интерес к ФРС может быть еще более значительным, поскольку мы точно понимаем тот факт, что потенциальное ужесточение монетарной политики США будет делать ставку, либо позволять нам делать ставку на очевидную контрастность и расхождение монетарных политик. Ну, здесь уже противовес. Понятно то, что доп. экономические стимулы, которые мы, к примеру, слышали от господина Драги, мы знаем то, что это теперь должное для европейского рынка, это провокатор для ослабления курса национальной валюты, что касается жестких, как раз стимулов ужесточения монетарной политики, разгона крокосочных процентных ставок, это тот фактор, который провоцирует рост. Не будем сейчас, конечно же, останавливаться на евро-долларе, хотя в ходе этого брифинга, разумеется, когда переключимся на перспективы этой валютной пары, коснемся того, что же можно ожидать. Но, в целом, давайте сохранять преемственность, опять же, тех активов, с точки зрения анализа, не будем нарушать наш традиционный сценарий, поскольку мы всегда стартовали с нефти, я предлагаю не делать исключения сегодня. Давайте посмотрим на динамику Brent, который так важен для всей российской экономики и для курса национальной валюты. Low вчерашнего дня, 38-32. В целом, можно сказать, что Brent неплохо теряет сейчас с актуальной котировки 39.10. Да, еще не добрались до сопротивления, которое уже неоднократно было протестировано на отметке 40, но все равно мы видим то, что трейдеры сейчас больше с, скажем, скепсисом реагируют на новостной фон и пытаются найти дополнительную поддержку для распродаж позиции углеводородов и энергоэсурсов. В частности, ключевым негативным фактором для позиции черного золота сейчас остаются заявления министра нефти Ирана, который отметил, что это ближневосточное государство не собирается поддерживать инициативу прочих производителей по заморозке объема производства нефти на январских максимумах. И если дальше развивать эту тему, то, мне кажется, станет совершенно очевидно, что без Ирана, скажем, выдержать вот этот прессинг, переизбытка предложений рынок просто не сможет, поскольку даже если прочие регионы, Объединенные Арабские Эмираты, может быть, и Ирак, будут снижать объемы производства, это все равно не позволит рынку найти балансовое, скажем, состояние между спросом и предложением, потому что потенциальное снижение со стороны других регионов производства нефти будет тут же нейтрализовываться фактом увеличения выработки со стороны Ирана. После снятия финансо-экономических санкций Иран руководствуется весьма амбициозными планками по достижению прежних показателей до санкционного уровня свыше 4 миллионов баррелей в сутки. И, честно признаться, они очень неплохо идут по наращиванию темпов, потому что если мы отмотаем назад время на месяц, на полтора, то, лучше сказать, даже на два. Видели то, что Иран стартовался при ростах в 100 тысяч баррелей в сутки, в 150 тысяч баррелей в сутки, и полагали то, что к середине 2016 года общие объемы должны составить примерно 2,9 миллиона баррелей в сутки. Но, в частности, теперь можно перейти к статистике, которая наверняка будет интересна тем, кто следит за нефтью. Эта статистика указывает на то, что в рамках февраля объемы производства нефти со стороны Ирана выросли на 200 тысяч баррелей в сутки, и на текущий момент составляет уже 3,12. Вот еще один, опять же, негативный, долгосрочный фактор того, что если стороны в ходе предстоящего заседания, которое пройдет, будем надеяться, в середине апреля, если сроки снова не поедут, не договорятся о снижении объемов производства, тогда у нас долгосрочная идея, касающаяся распродаж позиций бренда, станет актуальной и на более короткие временные промежутки и отрезки. Но до тех пор, пока заседание не прошло, у нас все-таки есть надежда на то, что стороны понимают, что без совместных усилий, какой-то солидарной позиции сломить вот этот негативный тренд, который развивается уже больше года, на рынке углеводородов попросту не удастся. И, собственно, это и является, скажем, единственным, наверное, позитивным фактором, который неплохо себя отрабатывал на протяжении последних двух недель, когда мы, собственно, поднялись на уровне 34, потом преодолели сопротивление на отметке 35, а потом замахнулись на тестирование сопротивления 40, которое также в моменте было довольно-таки удачным. Поэтому ключевым новостным фактором сейчас остается, конечно же, заседание ОПЕК. Пока про конкретные сроки неизвестно, но будут держать вас в курсе, конечно же, если дополнительная информация не появится. Если вернуться к еще локальному фону, то вы знаете, что сегодня утром вышли данные по запасам НЕТИ США по версии Американского института нефти, АПИ. И запасы снова выросли, в частности, плюс полтора миллиона баррелей за прошлую неделю. Да и даже без этого прироста они уже были историческими с точки зрения текущих объемов на максимальных уровнях с 1930 года. Очень много. И вывод здесь напрашивается сам собой. Даже несмотря на сокращение количества буровых, мы видим то, что запасы все равно растут и увеличиваются. Поэтому локального негатива на рынке достаточно. Безусловно, если бы у нас сейчас не стоял на повестке, опять же, предстоящих недель, вот этот новостной фон и возможности события, связанного с встречей ключевых производителей нефти, тогда я бы первым сказал, что незамедлительно нужно распродавать актив и ставить на возможность ухода ниже 30. Это железобетонно. Но до тех пор, пока мы не получим фактическое решение после этого заседания, пока я не могу, скажем, обеими руками проголосовать за то, что нефть аутсайдер и, соответственно, нужно придерживаться вот этих северных ориентиров. Поэтому снова возвращаю вас к нашим двум полярным сценариям. Для долгосрочных трейдеров это вниз. И до тех пор, пока стороны не договорятся о снижении объемов производства, это будет исключительно распродажей. Для кратко-среднесрочных трейдеров по-прежнему призываю к тому, что этот актив и бренд и WTI очень интересный с точки зрения привлекательности коротких, точнее, краткосрочных и среднесрочных сделок. Сегодня у нас интереснейший день. Вы знаете, если смотрели содержание экономического календаря, отличаются сразу несколько регионов. Но если уж далеко не отходите от нефти, сегодня в 17.30 по московскому времени запас уже от Минэнерго США. Я полагаю то, что запасы снова вырастут. И потенциально это может стать фактором дополнительного давления на бренд. Но все-таки рано или поздно, я надеюсь, что в ближайшее время до заседания ОПЕК, все-таки трейдеры смогут найти еще достаточно оптимистичных оснований, чтобы снова вернуть бренд выше 40 долларов за баррель. Российская валюта продолжает обхаживать поддержку рядом с уровнем 70, актуальной котировки 70-88. Полностью динамика рубля по-прежнему определяется, соответственно, стоимостью нефти. Если и дальше делать ставку на потенциальное восстановление позиций энергоресурсов, кратко-среднесрочно я именно к такому сценарию и более располагаюсь, то есть можно предположить, что курс российской валюты в ближайшее время закрепится ниже, соответственно, поддержки 70, а может быть даже предпримет попытку оказаться недалеко от уровня 68, а может быть даже еще ниже. В целом все будет определяться, конечно же, нефтью. Плюс ко всему из интересного новостного фона в пятницу у нас Центральный банк России. Здесь без изменений последнее укрепление российской валюты позволило монетарным властям выдохнуть, потому что сейчас уже не стоит остро обозначать вопросы, связанные с необходимостью ужесточения монетарной политики. Напротив, ее можно смягчать, и мы об этом также говорили. Это с большей долей вероятности может выступить положительным фактором для всего российского рынка. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.10.98. Вчера в ходе торговой сессии европейская валюта смогла ослабить давление американского конкурента и продемонстрировала небольшой символичный прирост. Причин для такого локального восстановительного тренда, хотя трендом это, конечно же, назвать ни в коем случае нельзя, восстановительного движения было несколько. Это резонанс все-таки от положительного макроэкономического фона и очень хорошего отчета по промышленному производству, который мы с вами анализировали в понедельник. Учитывая то, что индикатор оказался на шестилетнем максимуме, тогда, когда хорошей статистики мы, собственно, и не видели по валютному блоку, трейдеры использовали это в качестве неплохой возможности для фундаментальной поддержки. Второй момент – это снижение цен на нефть. Как только цены на бренд поползли вниз, тут же это сказалось по причине высокой корреляции сейчас с фондовой секцией на капитализации компаний. Рынки стали снижаться, энергетический сектор ушел глубоко в минус, повысились опасения, трейдерские страхи, спровоцировали их переход в защиту и на этом фоне традиционно выпячивается такой статус главного валютного риска, как валюты фондирования и финансирования. Это второй фактор локальной поддержки для евро. Ну и третий момент – слабая статистика по США, потому что, ну, если быть совсем объективными, она не такая уж и слабая, но все-таки не дотянула до тех оптимистичных значений, которые хотели видеть все покупатели, американцы. Вчера вышли данные по роничным продажам и индексу цен производителей. Первый – это потребительская активность, символ индекса цен производителей – это компоненты уровня инфляции. Что касается фактических цифр, роничные продажи – минус 0,1% против прошлого снижения минус 0,4%. Лучше, чем прошлый отчет, но все равно отрицательное значение. Индекс цен производителей минус 0,2% с прошлого роста на 0,1%. Если говорить про слабость макроэкономического фона указанных релизов, то, возможно, эти отчеты могут стать определенной предпосылкой, вследствие которого на жесткости в ходе сегодняшней предстоящей конференции американского регулятора настраиваться не нужно. Но это, опять же, лишь предположение для кого-то, для особенно тех трейдеров, которые верят в ослабление американца, может быть, этого достаточно, чтобы и дальше, соответственно, ставить на коррекцию доллара и, соответственно, усиление позиций рисковых инструментов. Но особого негатива лично я искать в этих отчетах вам не советую, потому что у нас есть рынок на труда американский, который уже неоднократно говорил о том, что это, наверное, самый, с точки зрения хорошего самочувствия, лучший сектор американской экономики. Мы видим, как растут новые рабочие места. Единственная проблема, конечно же, с ростом заработных плат. Но в целом тренд все равно прослеживается. Понемногу постепенное увеличение оно имеет место быть. И это постепенное увеличение может, конечно же, разогнать в целом перспективе и индекс потребительских цен. Важнейшим событием сегодняшнего дня станет публикация ставки ФРС в 21.00 по московскому времени. Изменений пока не предвидится, потому что если бы фьючерсные контракты, которые, опять же, анализируют потенциальные изменения монетарной политики, сигнализировали о том, что большинство экспертов сходится во мнении о том, что американская экономика готова к дальнейшему повышению процентных ставок, я бы вам об этом уже сказал. Сейчас вероятность повышения ставки меньше 5%. Но в целом у нас, по сути, год только начинается. Я советую уже ориентироваться на второе полугодие, которое даже по версии напроса рейтеса является, скажем, периодом, когда ФРС может разогнать процентные ставки до 0,75%. Для доллара, конечно же, это неплохое подспорье, а, наверное, даже самое весомое подспорье для фундаментального роста. Помимо сегодняшней ставки, которая, если останется на прежнем уровне, 95%, соответственно, процентов этого, может оказать локальное влияние на динамику американца, но все равно трейдеры будут дожидаться пресс-конференции председателя ФРС Жанет Йеллин. И вот здесь уже от того, что она скажет, будет без привлечения зависеть судьба и доллара, и прочих рисковых инструментов. Если Йеллин за последние месяца нашла какие-то возможности для того, чтобы сделать несколько комплиментов американской экономике, если она сошлется на очевидный позитив на американском рынке труда, то, соответственно, доллар использует это в качестве поддержки и, соответственно, будет расти на этом фонде. Это ключевое событие. Понятно, что поведение американца будет тут же сказываться на динамике рисковых инструментов. Если доллар вырастет, значит, евро окажется под давлением, потому что любые жесткие комментарии со стороны представителей ФРС, они будут усиливать контрастность монетарных политик ЕЦБ и ФРС и американского регулятора. То есть у нас две ключевые валютные пары, евро-доллар и доллар-японская иена, сегодня могут принести нам неплохой профит. Ну, в частности, USD иена, конечно же, пока мы говорить о профите не будем, потому что мы все-таки ждем этот сакральный рубеж 115, до которого пока пара добраться никак не может. По евро-доллару я считаю то, что если последние дни не стали причиной давления на европейский валютный актив, то сегодня факт того, что американская экономика все-таки двигается по тропе разгона краткосрочных процентных ставок, может все-таки убедить трейдеров в пользу того, чтобы поставить на распродажи главного валютного риска. Напоминаю то, что наша долгосрочная цель по-прежнему находится на уровне 1.05. Поэтому по паре USD иена ждем движение в район 115. По-прежнему актуальные котировки 113.37. Собственно, я даже не стал менять текущее значение, потому что в ходе вчерашнего брифинга мы, по сути, видели то, что пара торговалась на этом же самом значении. В любой момент поддержку доллару может оказать и слабости японской валюты, потому что до сих пор мы не видели, как в динамике этого валютного актива дисконтировались комментарии Банка Японии и непосредственно Куруады о том, что японский регулятор рассматривает возможность задействования дополнительных количественных и качественных стимулов для экономики. Эта, собственно, фраза была обозначена в ходе вчерашней пресс-конференции, то есть, по сути, этому новостному фону сутки. Я полагаю то, что логично ожидать отдачи от этого события и, соответственно, слабости для национального японского валютного актива. Это еще один триггер для роста пары USD и иены. Далее идем. Фунт против американца. Мы оказали сделки с уровня sell-stop 1.42.50. Сейчас актуальные котировки 1.41.30. Фунт находится под давлением. Вопросов в связи с этим, я думаю, что у вас не возникает, потому что мы ставили на коррекцию этого актива уже давно и нашли массу, скажем, поводов для распродажи британца. Сейчас актуальность идеи того, что британцы нужны дальше продавать, еще связана с ожиданием довольно интересного макроэкономического фона, потому что сегодня в 12.30 по московскому времени выйдут данные по безработице. Я считаю то, что нам уже можно настраиваться на слабые цифры, потому что последнее состояние секторов строительства сферы услуг и промышленности указало на стагнацию. Если стагнируют ключевые драйверы для экономики, то, разумеется, экономика в принципе не имеет возможности, чтобы создавать новые рабочие места. Плюс ко всему, в это же самое время выйдет еще и отчет по зарплатам, который у нас является ключевым компонентом для роста индекса потребительских цен и потребительской активности. Если кто-то еще питает надеждой на то, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки, вы должны понимать, что сперва нужно увидеть соответствующий прирост зарплаты как индикатива для разгона инфляции. И без, скажем, поддержки со стороны потребительской активности мы не увидим это решение со стороны британского регулятора. Тем более, что даже сам Карни уже неоднократно давал понять в ходе своей конференции то, что на фоне актуального макроэкономического, на фоне актуальной макроэкономической картины сейчас Банк Англии вынужден был отказаться от такого позиционирования потенциального ужесточения монетарной политики. Поэтому даже с этой стороны у фунта нет абсолютно никакой поддержки. А если мы снова будем с вами говорить про риски, связанные с возможностью Брекзита, тогда уровни со стороны Морган Стэнли и Бин Пипа Липа, которые по-прежнему делают ставку на снижение пары фунт-доллар до отметки 1.30, это актуальные значения. Поэтому ждем еще больше просадки. Мы уже в хорошем профите с вами. Если посмотреть на текущие котировки 1.41.30, то есть профит уже около 120 пунктов, но это еще не предел. Я думаю, что мы смело можем поставить на снижение пары британец против американца до отметки 1.40. Из других активов австралийцы против доллара. Здесь у нас новостной фон связан с тем, что последние протоколы показали, что австралийцы чрезмерно перекуплены, собственно, так же, как и новозеландская валюта. Не буду снова останавливаться на комментариях представителей как Резервного банка Австралии, так и Резервного банка Новой Зеландии. Но посыл слабости уже ясен. Эти активы забрались очень высоко. Пришло время их сдувать и, соответственно, опускать к тем уровням, с которых мы продолжим, собственно, их и дальше селить. Это австралийцы против доллара 0.70. Актуальные котировки 0.7458. НЗД и USD сейчас 0.66.03. И здесь у нас больше всего шансов подключиться к тренингу по этому рисковому инструменту, потому что наша селстопа находится на отметке 0.65. USDCAD понемногу двигается вверх. 1.3356. И, видимо, все-таки национальный макроэкономический фон, он, особенно после последнего провального отчета по рынку труда, нашел свое отражение в динамике канадца. Да и тем более, что сейчас мы видим, что и нефть снижается. Если говорить, опять же, долгосрочно, по нефти есть все-таки представление о том, что этот актив еще не достиг своего дна. Может быть, для дальнейшей динамики USDCAD это станет определяющим стимулом для того, чтобы распродавать канадца и покупать американскую валюту. А по доллару, вы знаете, у нас сегодня ставка и пресс-конференция, как я уже отметил, где мы ожидаем намеков на возможные действия со стороны ФРС хотя бы во втором полугоднике 2016 года. Если такие намеки будут обозначены на рынке, значит, мы продолжим двигаться по паре USDCAD вверх и давить прочие рисковые инструменты. USDCAD. Завтра у нас заседание Национального банка Швейцарии. Велика вероятность сюрпризных решений, которые будут преимущественно направлены на ослабление швейцарской валюты. 0.9873. Сейчас торгуемся. Если вы еще не, скажем, проявили инициативу, касающуюся трейдинга по этому дату валютных активов, я вам советую сделать это сейчас. Потому что, вот увидите, через несколько дней у нас будут сначала паритетные значения, а потом еще рубежи и выше. Золото. Актуальные котировки 1233.15. Пятничная разворотная свеча пока удерживает статус серьезного сигнала о том, что разворот как раз пошел. Посмотрим, как сегодня рынок о драгметаллах подреагирует на ФРС и пресс-конференцию. Я полагаю, что давление на золото сегодня усилится. Будем ждать смещения этого актива в район 1200 долларов за тройскую унцию, где уже поставим на дальнейшее ослабление. Из важных событий, в целом мы уже проговорили, в 12.30 через несколько часов ждем данные по рынку труда Англии, после переключаемся на статистику по США, индекс потребительских цен. Далее в 17.30 запасы по нефти от Минэнерго США, ждем очередного увеличения и потенциального дополнительного давления на нефть. И в 21.00 ставка по США, в 21.30 пресс-конференция. Итоги этой конференции будем подводить уже в ходе завтрашнего брифинга. Поэтому сегодня вам удачной торговой сессии. Не забывайте о том, что риск-менеджмент должен быть определяющим, особенно на фоне той волатильности, которая ожидается. А волатильность будет аховой. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amakets. Увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.